всех приветствую сегодня мы приехали вот тут у нас вон там видно замок балленштейд не знаю сегодня в замок мы попадем этот нет я не уверен позади у нас остался розыбург ну такой типа замок когда-то я там был небольшой но интерес у меня вызвало немножко кое-что другое похоже на какой-то опять остаток то ли стены то ли чего не знаю вот туда мы решили сходить посмотреть что там интересного с этими камнями ну походим посмотрим сейчас туда доберемся вблизи все рассмотрим тут идем я бы яблоки сад с яблонями тут часть что-то выкорчевали целую огромную кучу там дальше смотрю яблоньки но они такие невысокие чуть выше нас михаилом буквально в районе двух метров их подрезают скала тут не одна вот одна сейчас мы ее видим и вот тут слева выходит еще одна сейчас мы скоро к ним подойдем ну вот яблоньки по михаилу видно михаил у нас 190 высота его в общем туда идем посмотрим знаю чего тут на земле смотрите сколько яблочек сейчас мы насобираем наедимся и дальше пойдем но я вам скажу яблочки очень вкусные но это может быть с этой теории у нас о голоде яблоки никому не нужны его там на той стороне сейчас приближе видно не видно яблоньки яблочки висят на деревьях их в общем никто не собирал никому походы не нужны подходить оттуда не буду почему-то на этом ряду воду у меня за спиной который один рядок оставили почему-то их нету возможно тут туристы ходят постоянно и вот этот ряд весь обобрали яблочки очень вкусные и вот еду жую прикольные сладенькие ну на мой вкус без кислинки у михаил увидел это оказывается нет они яблони это сливы они уже вот такие сухие тут они попадали все практически ну вот уже сушеные по дороге нам тут шампиньончики попались ну что друзья вот мы к 1 подходим напоминает она по своему виду вот эту стену где мы были уже дьявольская стена так называемая и кстати она примерно на одном вот градусе находится до или как правильно сказать ну в общем вдоль вдоль вот этих борц гор хардс получается те вот этот дьявольская стена она слева у нас получается но далеко довольно и вот так они видать периодически где-то местами каким-то чудом сохранились но мы сейчас гадать не будем наелись мы яблок кружевника сил набрались подходим сейчас туда заберемся и посмотрим есть ли тут подобное остекленение как на дьявольской стене было это то есть когда один камень ну а часть у него песчаник часть у него что-то там твердая получилось и часть уже чуть ли не стекло сейчас мы посмотрим что тут у нас есть обеих сторон надо посмотреть конечно же посмотрим вообще можно ли это как-то сделать но наверняка можно сейчас мы туда заберемся ну вот первому камню забрался один товарищ не писал одышка конечно у меня есть одышка и же курить таки не бросил интересно вам так съеденный очень интересно причем а ух ты я отломать не могу нифига себе тут уже он кто-то пытался ломать где-то а для песчаника это как-то слишком твердо такая тонкая прослой . так где мой ножик сейчас мы тюкнем туда открывашка есть для этого сама сами знаете для кого-либо тыла я видно хоть нет а чуть ножик не сломал да у него какая-то тут повышенная твердость и он блестит уже как будто что-то с ним произошло смотри как он блестит на мешай посмотри короче интересно сейчас мы посмотрим дальше выше что там но этот камень со всех сторон тоже посмотрим что с ним такое произошло вот тут по ходу по цвету я так понимаю он очень твердый да как-то для обычного песчаника что-то твердовато ну вот интересно он с адреса всех сторон главное так изъедем ну можно сказать что ветер дождь и так далее и так далее но как-то странно это немножко все выглядит не знаю что-то мне напоминает не могу вспомнить что-то крутится в голове кого-то где-то что-то подобное уже видел это чё ты живи называется смотрите какие тонкие прослойки просто очень тонкие нифига себе безумно тоненькие да он уже но он на песчаник уже мало похоже уже во что-то превратился он немножко другое ну тут еще один такой же выглядывает а с этой стороны а с этой стороны как будто его тут замазали так как будто когда-то обмазывали чем-то ну реально задведи как будто и он тут мазали интересно и с этой стороны тоже как вот на выветрение выветривание похоже но мало малом количестве меньше так пошли дальше ну вот пацан лезет на самый верх интересно ему там посмотреть но думаю нам достаточно тут посмотреть что тут у нас подъем довольно очень крутой я еще что-то оделся чересчур тепло слушай какие они черные да ну если чем-то пошоркать например ножом как она вот эта чернота сильно держится нет как ты думаешь где нибудь блин не ту лезвие открыл ё-моё там дальше не самый верхний слой вот тонкий ну тут как бы песчаник так сейчас мы посмотрим с другой стороны на тут тоже вот так сверху как на выветривание похоже вот это вот такими вот всякими фигурками сейчас мы посмотрим другой стороны что там ну так вот смотри нашел и опять вот это вот где песчаник где-то он частями песчаника где уже превратился во что-то не знаю во что очень твердая очень твердая то есть тут не откалывается ничего по твердости напоминает то же самое что было на той фильма на девальской стене сейчас я зайду в тенек и заветренную сторону покажу вам ту часть ее отсюда видно так гена вот да он нашел нашел сейчас я ее в центр выведу я попробую приблизить так и нифига потерял и а вот она по моему по моему вот она в центр вывожу плохо видно конечно но тем не менее видно ну сейчас мы тут еще посмотрим ну довольно тут высоко такая гористая место вот там вот этот розыбург выглядывает туда я не знаю может мы сегодня еще успеем зайдем на обратном пути тут такое же вот уведривание интересно что выше у нас ох ты а тут загородили ну прикольно как-то как это получилось а тут смотри вот темное сразу понимаю что это тоже вот практически ну невероятная твердость уже как бы не песчаник вот тут вроде как бы песчаник да смотри видишь он песочек а тут ты ничего не сделаешь с ним такого интересно конечно где-то я что-то видел не могу вспомнить ну короче тут сеточку сделали чтобы видать туда не лазили а чё тут было на стене он какой-то при бомбах железный все тут приделывали но с этой стороны стена как бы такая чё пойдем по этой туда обратно по той стороне идем сеточку всю разу это самое тут провода он какие-то да чё там было интересно может что-то какая-то маленькая канадная дорога была ну конечно тут не похоже на дьявольскую стену все немножко по-другому хотя вот по твердости видно местами то же самое да но там не было вот такой структуры да нет там такого не было вот вот такими прожилками интересными все прям ну то есть где-то вот где мягче внутри вот песчаник он выветривается со временем там такие расщелины огромные но это конечно пониже скала или стена но тоже похоже на стену как бы возможно когда-то это очень давно было что-то одно и то же но видать подверглась различной различному воздействию да ну как бы да когда так все смотришь тут такое впечатление что на земле велись добычи какими-то невероятными существами по судя потому что видишь какие каких размеров карьеры очень огромные и как бы потом видать вот это они кого-то оставили или кого-то тут вывели или кто-то из них остался это было видать следующая цивилизация строили тут такие вот невероятные сооружения для нас даже непонятно что это были сооружения да вот оно практически стекло видно ну что то есть местами очень похожее на то же самое как на дьявольской стене какое-то тут тоже воздействие только гораздо меньше видать было все но вот так вот такими интересными прожилками просто пипец ну а потом наверное после вот этим этой цивилизации огромных тут людей или кто тут были наверное уже другие но тоже большие где там античность невероятных размеров а тут что замуровано интересно что тут замуровали какие-то люки еще этот люк открытый что ли трубы там нет там как комнатка и здесь где-то труба а приподнимет могешь и вон труба когда это здоровая туда огромная труба ну тут похоже колодец огромных на камеру наверно не видно вы ну так если только вот там выглядывают в углу ну там диаметр какой у нее больше на так а тут мы пройдем вообще нет ну вот эта часть стены как бы заканчивается ну это я говорил где-то тут выходы воды причем горной местности и довольно высоко тут похоже тоже что то такое но вот с этой стороны такая стена запомнили все она вот такими вот похожи на выветривание или это была такая технология странная интересная непонятная нам совершенно может еще какой-то колодец люк обвал и туда ход влево уходит туда ну может и отдушина может и не отдушина кто его знает что там внутри мы туда не полезем вот туда же лестница есть так ты наверх не хочешь я тоже не хочу блин я теплую куртку одел выходил холодно было теперь нагрелась и дети и некуда мне как-то жарковато становится уже но все сейчас мы она тут уже заканчивается идем к следующей а потом по обратной стороне обратно пойдем но тут загорожено все было люди как бы прорвали оборону вот тут похоже то же самое с этим камнем местами просматривается смотри то есть повышенная какая-то твердость для песчаника это совершенно уже стал не песчаник чем-то другим он стал он как бы да что-то ближе к мрамору то есть он вообще даже на песчаник перестал похоже хотя вот это один камень и вот одна твердость на вторая твердость да вот где черная он тоже никак и вот он в песчаник который можно с него песок отцарапывать ну как-то так опять же 33 твердости в одном камне на идем дальше ну туда достатки какие-то тут внизу просматриваются а нам дети слева или справа вот тут прям до понизу можно немножко пройти наверно это уже как-то глубоко уходит пошли наверх ну то есть получается мы на остатках наверху стоим да сейчас которая кстати засыпана уже заросло землей но какой-то остаток совсем маленький тут какой-то это траншея глубокая там получается у нас что-то остатки стены какой-то непонятно за совсем как тут образовалась вот эта впадина ямина думаешь камень выбрали ну может быть ну все может быть непонятно ну как какая-то впадина такая получилась вот михаил 5 вопросом задался если вот этот хребет ну похоже что он один был да мы вот по нему идем куда все камни подевались ну так как населенных пунктов рядом потом тут уже похоже ни одна цивилизация жила думаю растащили на какие-то нужды на строительство и так далее возможно знаешь вот эту структуру вот это вот где-то я видел в каких-то сооружениях может быть где-то у меня всплывает может быть когда-нибудь я вспомню где это видел где-то я это точно видел возможно такой камень брали что-то потом позже строили не где-то я видел такую такую структуру за подходим к следующему остатку ну как бы там крест вставили но понятно там антенны металлические конструкции доход есть все правильно по это уже по теме александра канал только в плюс по сбору энергии скорее всего мы сейчас туда зайдем а сегодня я взял мультиметр и мы это быстренько проверим дело что у нас покажет мультиметр хоть такой прибор есть это ладно ну многие не согласны с этим но тем не менее как минимум два места силы он не подтвердил это были ощущения мои личные и моего друга михаила и плюс прибор показывал на одном это реально был показывал как батарейка заряжалась это в талии и второе это храпящие скалы там немножко по-другому это происходило там происходило прыжками причем я два раза там был происходило тоже самое два раза просто показания были немножко разные из-за влажности так отсюда наверно не видно там мотоциклисты гоняют ну по крайней мере я думаю слышно а чуть-чуть правее но вот где эти батареи по сбору электричества перед ней взлетная полоса небольшие самолетик там сейчас проезжал но не успела включить он уехал такой небольшой видать частные самолетики а тут квадроциклы мотоциклы гоняют внизу для них сделали тут вот там внизу и они там носятся так вот одна часть там одна часть где-то там далеко это все похоже была одна какая-то стена вот так шла туда 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 вот так вот так ну в общем холмы просматриваются можно видеть не везде четко где-то лесом заросли подошли мы к следующей а вот тут смотри я даже вижу что твердость вот сверху песчаник до песчаник превратился уже непонятно во что видать здесь тоже с этой стороны было воздействие какое-то вот там сверху я вижу но потрогать не могу высоко но хотя внизу вот тут вроде просматривается чуть-чуть сейчас я кусочек текну и потом мы обойдем с той стороны посмотрим но в принципе так же как и да вот она эта твердость повышенная то есть он уже как такое остекленевший и на дьявольской стене тоже с этой стороны было воздействие а с той стороны с противоположной сохранился немного как песчаник дамя показывал что там даже люди что-то писали с той стороны с этой стороны было очень твердо ну тут вход сделаны сейчас конечно мы заберемся проверим все тут тут немножко тросами где-то замазали где-то тросами закрепили чтобы не обваливалась чем будем забираться ладно пойдем наверх заберемся тут чего-то много написано написано ай палец себе прищемил лезвим блин так что тут интересного у нас ну вот фотография это надо сохранить вот так можно паузу сделать и посмотреть да это типа официальная такая версия до движения типа чего-то сами не знают чего так вы погнали ступеньки вырезали но структура та же самая принципе вот ступеньках видно полосами тут повышенная твердость какая-то как это было как это вообще могло произойти внутри камня мне например совсем непонятно может быть у кого-то по твердости вот тут стекло практически да вот тут вот люди еще ходят руками трогают и он ну его нереально поцарапать даже металлом он как остекленевший камень тут где-то уже мягкие видать попадался вон ступеньки съели их замазали ногами чесали где-то очень мягкие а где-то просто вот на уровне ну по твердости там гранит мрамора я не знаю он реально очень твердый просто вот он видишь как будто уже это уже другой камень был песчаник остался совершенно другим камнем очень твердым я к сожалению не геолог и название камней не знаю но есть вот такие камни я могу запросто найти очень похожие они очень колки его молотком тюкнешь он просто колется на нет но это я как сравниваю с мрамором да он тоже очень копий вообще непонятно конечно как это тут все могло происходить даже вот по созданию допустим они создавали мы даже сейчас представить не это уже хлипкий право их поменять на мостике а и дощечки как-то гнуться но и вот тут нас сейчас мы мультиметр до катастро гора пулю я еще не сделал только все материалы собрал подготовить и попробовать сделать но сейчас мы тут мультиметром проверим что с нами будет конечно я не знаю особо защиты нету ну так а это что тут гранит положили да представляете сюда заперли гранит сюда заперли гранит и поставили вот такую чугунную беду ну и как же без креста и конечно же крест нужно обязательно так ладно мешаем ты почитай а я проверю что сюда сразу покажу да друзья вы представляете в таком месте наткнуться на очередное захоронение михаил прочитал там все внимательно в общем кто-то там захоронены вы представляете вот такие гранитные плиты туда затащить потом вот это все железо и постоянно все там крепится в общем по показаниям я много раз замерил у меня все время сваливалась в ноль затем начал михаил проверять у него все тоже самое происходило до определенного момента ну как раз вот этот момент я и записал все изменилось и пошло наверх а до этого все валилось очень долго довольно вниз звук оригинальный к сожалению не получилось записать из-за очень сильного ветра был очень сильный ветер поэтому записываю уже на компьютере в общем-то это говорит о том что ником не управляют этим процессом хотя это я надеюсь всеми так понятно кто смотрит канал александра канал только плюс тут я думаю в теме в общем-то сбор энергии в таком месте но как бы туристическое место это понятно особенно на ведьмином месте там очень хорошо это очевидно тем более там проходят вот этот вот как он называется халуин по-английски да по-немецки по-другому немного но это не важно в общем именно там происходит такой праздник и представляете там я показывал сколько там камней но все же неподалеку оттуда на холме я нашел место где именно место силы не сломаны и она по сегодняшний день работает также и на огненных скалах нет не вернее на храпящих на огненные скалы к сожалению забыл мультиметр в общем процесс можно все-таки изменить если хорошо над этим постараться а мы вообще не готовы были к этому наткнуться там на захоронение и получается что в принципе процессом управляли мы вот такие небольшие результаты пишите в комментариях что вы об этом думаете на первую часть дьявольской стены я оставлю ссылку в описании на спуск довольно но я даже не приделал мы даже не знаем в оригинале высоты было это всего лишь остатки какие-то маленькая частичка всего лишь возможно тут два в три раза все выше было обратно дорогу как бы смысла нет все спустились пошли дальше сейчас мы пойдем с этой стороны и посмотрим что у нас с камнем с другой стороны с этой стороны очень твердая стала по твердости как уже говорил сравнить с гранитом там не знаю кварцем мрамором местами вот прям хорошо видел это сейчас мы еще так тут у нас заканчивается не знаю деревья к сожалению нам не дадут скорее всего посмотреть что там у нас туда дальше дальше мы ничего не видим это плохо конечно деревьями заросло все насколько могла далеко уходить эта стена сожалению отсюда мы ничего не видим нет не видно даже если я уйду туда даже если я уйду туда там вон странный кусок я не вижу такое ощущение что это тоже какой-то там кусок понятно я на мониторе вообще ничего не вижу ну глазами вижу такой кусочек такой что я сейчас я пробегусь быстро мы потрапимся посмотрю что с этими камнями чтобы потом не пожалеть что не дошел это уже ну прям в одном камне вижу тут разные камни можно сказать да это что-то с чем-то сейчас я покажу еще вблизи постараюсь это уже как совсем другой камень да ничего нереально отбить а явно это был когда-то песчаник то есть вот один камень да вот тут просматривается чуть-чуть еще осталось что-то от песчаника вот он песочек я могу а это все один камень а вот чуть ли не остекленение какое тут воздействие чем сюда до края я зайду еще но похоже деревья не дадут дальше посмотреть а тут совсем он какой-то стал даже цвет у него другой стал посмотрите обалдеть в общем с песчаником что-то произошло не дальше я ничего не вижу сожалению уходит так хребет дальше насколько не знаю не пойду я хватит может еще в розыбург успеем но камень не знаю как может песчаник так во что-то превратиться совершенно другое просто совершенно другой камень и это один камень вот одна твердость и вот вторая твердость а там местами ну вот я уже показывал три твердости на дьявольской стене тоже три твердости воронка да вот подошли опять вот песчаник и тут местами вот смотрите во что превратился он я надеюсь это хорошо будет видно это что-то с чем-то он но уже как бы к песчанику вообще никакого отношения не имеет но вот какая высота это на сегодняшний день какая была высота изначально мы соответственно не знаем получается вот эта сторона там на дьявольской стене у нас была частично песчаник просматривался местами а тут как у нас дела обстоит с песчаником если с той стороны его практически не было то тут надо где-то достать подойти мне камни не отрисают и попробуем нацарапать еще что-то вроде как бы осталось какой-то минимум да но он уже тоже тверже чем намного чем песчаник он практически не соропается он уже тут во что-то превратился не знаю во что так а с той стороны же у нас тоже чернота была ну ладно а с той стороны как он мог загореть загар не пляшет тут правильно ну вот особенно сверху я вижу вот эти вот вот эта твердость он на самом верху почти уже почти стекло такое намного больше снизу ну как бы он тоже близко к этому интересно конечно ну вот это вот вот такими прожилками интересными как это могли сделать вообще а тут смотри он как смотрится прикольно как облицовка да надо хотя бы какой-нибудь отколоть попробовать а потом дома молоточком стукнуть показать что с ним произошло но я ни одного не смог отколоть блин он такой твердый просто жесть тут молоток нужно чтобы внизу вот то что ищу они все немного ближе к песчанику вот я хочу сильно твердый вроде он видно что очень полки не могу ни кусочка оторвать нигде ни отколоть ничего куда бы я ни пытался где-нибудь блин смотри такой тонкий хрен ты отколол отколол представляешь он уже такой весь там внутри блестящий стал вот это да ладно один все-таки оторвали возьмем с собой но это еще не та твердость который я вот там показывал до этого там еще тверже он там уже такой ну блин напоминает стекло ты хочешь побольше отковырнуть шевелится а фиг вытащишь там даже сидела он до такой степени твердый а это видео видно что это песчаник был когда-то прикольно да вот какое тут воздействие было можно сказать что от перепада температур но это какие должны быть перепады температурно понятненько короче ладно пошли дальше ну все этот остаток мы обошли уходим к следующему но хребет я вам скажу тут хорошо видно вот он я отсюда хорошо вижу остаток под названием дьявольская стена вот он вот там и вот если туда смотреть вот там хребет проходит вот там вот там вот и он сюда уходит но это только какие-то части остались сохранились всего остального нету конечно вот там в лесу как ты можешь посмотреть даже там это надо его весь облазить представляете какой тут масштаб сколько тут километров конечно как михаил сказал нам бы такой двухместный маленький вертолетик с разрешением полетать мы тут конечно многое думаю очень интересного нашли ну я понимаю мне сразу скажут сейчас квадрокоптер да тут наверное вот наверное можно квадрокоптер запускать дело в том что в германии не стал покупать квадрокоптер я поизучал этот вопрос но здесь все очень жестко с квадрокоптерами ими очень мало где можно пользоваться поэтому как бы деньги на ветер в основном тут да наверное можно было бы скорее всего мне конечно хотела снять допустим собор магдебургский вот прям всю крышу рядом облетать его сверху донизу весь чтобы влези влези посмотреть а если кельнский собор представьте в городах вообще нигде нельзя в населенных пунктах нигде нельзя поэтому с квадрокоптером тут наверное что-то было а может позже просто что-то тут вырвали или в стене какой-то проход был по по этой google карте дело в том что не знаю я конечно поспрашиваю людей дело в том что той которой я пользовался раньше и смотрел лиленштейном под кёнигштейном под крепостью рядом там такое плато есть которое все изрезано в блоке то есть было когда-то какими-то гигантами подготовлено к вывозу но осталось просматривается там полностью карьер когда тыс я смотрел все четко это я очевидно то на сегодняшний день я той же фигней пользуюсь я ничего тут увидеть не могу совсем такие позорные фотографии вообще ничего не видно причем люди тут ходят постоянно фотографируют даже этих даже этих фотографий которые фотографируют нет вот тут я нашел всего одну фотографию стоит где крест 100 с тем остатком вот это даже не нашел и в общем такая позорище там вообще не знаю такое впечатление что специально сделали хуже все вообще ничего нельзя просмотреть те вот эти там храпящие скалы там огненные скалы пытался просмотреть вообще ничего видно они что старые когда лес был вообще ничего не видно бесполезно ну как то так так подошли к этой ну тут вот по прожилкам даже видно да вон смотри все тут частично он остался песчаником частично он превратился непонятно во что тут интересно он прожилками вот 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 песчаник опять прожилки вот прожилки прям они темнее цвет другой немного но это еще не та твердость как бы то что мы откалывали и там есть еще тверже а с этой стороны как бы песчаник просматривается да ну тут все тоже самое вот эта структура интересная прожилками твердыми идет очень твердыми и вот тут песчаник внутри как это произошло почему он вот так где-то отвердел где-то нет а где-то вообще целиком отвердел видно вот хорошо вот песчаник такой довольно довольно мягкий уже потверже а это фиг отломаешь но на то на той части как бы потверже вот этим много просматривалась да то что вот как практически ну чем-то напоминает уже стекло да только другого цвета более ровно если смотреть как бы чернота сбивается дальше ничего дальше вот я шорка он начинает блестеть смотри то есть он шлифуется офигеть на видно не видно как он до блеска он на этой скале почему-то все же больше к песчанику кого-то тут воздействия меньше было что ли чуть чуть меньше да тут уже более уже на песчаник почти практически не похожи это можно сказать уже другой камень ну вот такая вот фигня вот такие вот остатки тут тут конечно явно другого как-то по-другому было сделано не как на том остатке которое называется дьявольская стена тут какая-то другая технология немного кого-то знаешь часть делали так ну вот и коричневая видно там твердость уже повышенная дыгая а вот там вот да там уже как вот гранит мрамор да он скол видно такой кусочек даже на расстоянии я это вижу мне даже туда залазить не надо да это отсюда просматривается что там твердость такая конечно я подлести не смогу ну как бы смогу нафиг надо еще ноги переломаю мне конечно интересно но не до такой степени чтобы подвергать себе опасности ну и как бы тут и так все понятно что скорее всего официальное описание никак не впишется вулкан так налепил все плосток вылез весь потрескался короче причем если там он под наклоном но там и воздействия похоже повыше было тут более ровная стена конечно она и меньше на стену похоже но дело в том что возможно она была гораздо толще и мы же не знаем как она выглядела когда-то вот тот кусочек видно вот он такой более ровненький да если на дьявольская стена был уклон небольшой кого-то ее чем-то когда-то так наклонила чем-то воздействовали что она наклонилась ну здесь тоже три твердости мы наблюдаем песчаник вот тут например вот четко видно нормальный песчаник вот он песочек царапается без проблем вот тут можно написать что-нибудь да потом где-то местами его не то что там царапнуть вы там совсем ничего не можете сделать где прожилка да такая ну как похоже на стекло да не много ну тут вроде все мы обошли по кругу все посмотрели пойдем в розыбург со скотчем я там сделал этот штырёчек дело в том что если конечно там дверь не поменяли там я когда-то заглядывал и там какие-то остекленевшие стены непонятно но дело в том что там темно и можно ну немного набитым похоже я бы так сказал опять же надо чем-то потрогать стукнуть а немножко на небольшом расстоянии поэтому стукнуть проблематично я сделал такой штырёк кончики у меня спица я ее заточил и можно будет текнуть если это битум то все понятно ну опять же непонятно мне например зачем стены битумом заливать но и потом зная битум с ними немножко работал я не знаю как так залить стены чтобы вот в такой форме они были как там я видел внутри вот помещение небольшое в этом розыбурге я долго думал об этом тогда когда это увидел битум стал вспоминать что с ним можно делать как можно делать как можно его налить но вот чтобы он именно так получился как там я видел я ничего похожего не вспомнил не видел и не знаю в общем как то так есть у меня сомнения все таки что это битум поэтому надо проверять к сожалению прошло уже несколько лет то ли два то ли три года ну так хребет идет да и он там видно он дальше идет просто где-то что-то сохранилось осталось где-то изрыли явно где-то утащили надо было конечно тогда что-то придумать приехать еще раз но у нас же как всегда то работа то блин еще какая-то фигня то еще чем-то хочется заняться как бы так у меня не дошло до этого дела вот сегодня тут я нашел вернее на днях я нашел вот это продолжение этой дьявольской стены решили быстренько проскочить посмотреть а так как тут розыбург рядом я сразу вспомнил сделал посмотрим получится не получится ну вот этот хребет заканчивается тут явно дорогу прокопали сделали дорогу и вот он этот хребет дальше продолжается возможно тут и было это вот эта стена туда уходила тут какой камень у нас выглядывает ну похоже на песчаник тут выглядывает похоже на песчаник а и а и 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